Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики! Вчера приехали с выставки Агрос в Москве. Впечатлений много, но общее вам хочу передать то, что обстановка на выставке была абсолютно оптимистическая. Никаких особых проблем мы не услышали. Какие-то... Очень приятно видеть много белорусских производителей с хорошей техникой. Например, мне понравился аппарат, который подталкивает корма на кормовом столе. Это их разработка и вообще очень замечательно сделано, все хорошо. Понравилось много наших препаратов, которые замещают импортные в ветеринарной фармацевтике. Очень много компаний было. Кормовые добавки техника для кормораздачи. Присутствовали турецкие фирмы, хорошие кормораздачники. Понравилось, что фирма Навигатор Пермская изготовила уже, наверное, второй или какой-то пресс с варябельной ременной камерой прессования. Это тоже хорошо. Ну, стоит, конечно, этот пресс. У них 5,5 миллионов, что-то около того. И, ну, это дорого, конечно. Поэтому понравился КРМЗ. Тоже представили свои новые пресса, свои обмотчики для сенажа. Они продвигают технологию заготовки сенажа в пленке. Много очень производителей всякого оборудования для содержания телят. Например, там один домик с огородкой для теленка уличного исполнения стоит, по-моему, 19 тысяч рублей. Я еще помню, раньше привозили такие на выставку импортные. Они стоили такие домики по тысяче евро только домик. А еще ограждения это были вообще космические деньги. Поэтому это, значит, есть движение и все хорошо. Очень понравились производители матов для боксов. Есть компания X-Cosh, там у них хороший выбор. и они являются поставщиками крупных холдингов, крупных хозяйств. Это тоже очень радует. Ну, тракторов, конечно, российских там мы не видели. Но это, видно, это просто больше такая животноводческая выставка, чем тракторная. Есть опрыскиватели, туман, ну, много всего. Я не стал снимать видео на выставке. Почему? Потому что это нужно каждый стенд внимательно, да точно показать. Иначе вы просто увидели бы мелькание людей и каких-то экспонатов. А ничего толком не разобрались. Это было бы очень долго и вам неинтересно. Сегодня хотел снять видео не о выставке, а о содержании коров. На этой выставке мы встретились с представителями той компании, которая должна нам установить доильный робот. И этот робот сейчас проходит лабораторное испытание. Это фактически английский робот, который переделан полностью на российское и белорусское содержимое. То есть система определения позиционирования руки, которая устанавливает доильные стаканы на корову, это белорусское производство, электроника вся российского производства, железо, понимаете, это нельзя сказать, что это особенное, это все российское. Ну, конечно, там компрессоры, какие-то такие детали, тоже непонятно, чьи они будут, но фактически это не английский робот, а уже переделанный российский. Встретился со многими подписчиками, в том числе с Амурской области, хорошие ребята, ставят себе сейчас доильный робот, сейчас доят 28 коров, молоко в Амурской области продают по 44 или по столько-то так, примерно так, рублей, и это очень хорошо. Значит, что я хотел сказать, многие сказали, что потом в комментариях к тому видео, которое мы сняли с представителем изготовителя робота, о том, что они домывают коров, не хватает и ведра воды, чтобы помыть корову, а вот как же будет делать это робот? Вообще процесс добычи молока, можно сказать, это и есть, процесс отделения молока от грязи, грубо говоря, вы должны этим заниматься, но вы поймите самое главное, робот сам по себе, это не есть панацея, которая обеспечивает какой-то какой-то там офигительный результат, нет, робот это всего лишь часть всей системы, при которой корова содержится в чистоте и приходя на доение роботом, она требует только профилактического протирания, грубо говоря, сосков, то есть она чистая, и вот это и есть задача тех животноводов, которые переходят на робот, вообще любого животновода, для того, чтобы дойка не превращалась в мойку, а дойка была бы дойкой именно, так вот, для того, чтобы это было, вот я сейчас и снимаю это видео, я вот вам сейчас показываю, вон стоит корова, видите, вот корова стоит, доится, белая, видите, вот, вот лежит корова, я вам показываю, это чистая корова, вы видите, какое у нее вымя, вот, оно вот такое у нее, вон еще одна корова стоит, видите, он пьет, у нее чистое вымя, почему оно чистое, да потому, что продумана система, и она не мной изобретена, и я за эту систему агитирую, и когда я читаю о том, что человек говорит, что он там ведром воды моет вымя, это говорит о том, что у него категорически неправильно придумано содержание коров, которое ему кажется, может быть, что у него все хорошо, а на самом деле ничего хорошего нет, вон еще одна корова стоит чисто, видите, вон, видите, какая корова, почему они чистые, вот как раз то, что я вам сейчас покажу, то, что я все время показываю, но я не буду уставать это повторять, потому что каждый раз находится человек, который меня просто режет ножом в сердце, смотрите, первое, первый посыл, содержание коров должно быть беспривязным, это естественное, нормальное и природное, грубо говоря, содержание коров, привязать корову, чтобы она в том месте, где она и ест, и чтобы она там и гадила, и спала, это нонсенс, это не должно такого быть, никогда вы не получите в таком варианте чистую корову, и не говоря уже для здоровья коровы, для ее мациона, для нормального ее пищеварения и так далее, когда я вижу коровник с привязанными коровами, мне, честно говоря, очень неприятно это видеть, я не могу на такое смотреть, это выглядит примерно как концлагерь, честное слово, вот, корова, которая нормально ест, нормально спит, нормально пьет, доится в цивилизованных условиях, это есть идеал содержания коровы, так вот, перейдем к тому, а как же в беспривязанном содержании содержать корову, да только вот так, только вот в таких вот боксах, бокс это очень хитромудрое изобретение, которое учитывает физиологию коровы, то есть, корова приходит и ложится в бокс, почему, она ложится потому, что там созданы ей комфортные условия, то есть, если вот здесь жижа от навоза и мочи, то здесь у нее сухая подстилка из естественных материалов, вот здесь у нас солома, это может быть коврик резиновый, теплый и так далее, неважно, но ей, конечно, сподручнее лезть сюда, вот эти ограждения, которые есть в боксах, они упорядочивают лежание коровы и создают ей удобство из-за вот этих выгибаний, которые есть у этих дуг, они позволяют корове бок туда выставить и нормально лежать, корова любит лежать полубоком, не обязательно прямо, вот, и тогда получается, что корове здесь удобно, она сюда заходит, мало того, дуга создает определенную ей такую зону защиты от соседней коровы, и это тоже в голове коровы хорошо отражается, она сюда ложится, дальше, есть у бокса грудной упор, что он делает, он регулирует глубину лежания коровы, то есть, если корова лежит так, как положено, то вот, что получается, у нее задняя часть находится вот, примерно вот так, как я вот вам сейчас показываю, вот, и любое испражнение коровы в лежачем положении происходит на бетон, а не под себя, следующий момент, это вот этот брус, называется шейный брус, что это такое, это устройство, которое регулируется так, чтобы, когда корова вставала, она делала шаг назад, потому что, кто знает физиологию коровы, понимает, что корова испражняется или лежа, или как раз тот момент, когда встает, у нее напрягаются мышцы, и она испражняется, и вот, когда она встает, она не может выпрямиться полностью, брус ей не дает, она делает шаг назад, и все испражнение происходит на бетон, вот сюда, и под себя, опять-таки, корова не гадит, и это место остается чистым на все время, пока не будет у вас следующая чистка, в варианте беспривязанного содержания, вы должны ходить за каждой ляпухой коровы, подсыпать под нее опилки или солому, чтобы она, когда она после того, как испражнится, легла, легла не в эту ляпуху, если у вас есть время, если вы проводите всю свою жизнь, всю, подчеркиваю, в коровнике, то можете себе сделать беспривязанное содержание, но я бы советовал, чтобы вы еще имели возможность чем-то другим заниматься, все-таки сделать вам беспривязанное содержание, оно требует очень мало, всего лишь вот такие боксы, и навозный проезд забетонированный, пусть он будет на 3, пусть на 5 боксов, не важно, пусть на 60, как у нас, не важно, и маленький трактор китайский, чтобы с резиновым или металлическим покрытием чистить вот этот навоз, и все, вы чистите навоз в торец коровника, а потом убираете его на поля, вывозите уже на прицепе, вот, вот это, при этом в боксе у вас получается все время сухо и чисто, и вы получите чистую корову, естественно, чистую корову, потом доит, робот и молоко будет чистым, чистым, а не с размазыванием дерьма по вымене, как многие пишут, как робот размазывает коровье дерьмо по вымене, и потом это все попадает в молоко, нет, вот эта задача умных животноводов и состоит в том, чтобы сделать содержание коров так, чтобы такого не было, вот, я не просто так вам показываю, вон, вон еще стоят коровы, вот, они чистые, смотрите, вот, смотрите, у нас сейчас оттепель, коровы должны были бы быть грязными, но они реально чистые, то есть, задача наша состоит в чистоте коровы, и тогда будет чистое молоко, коровы бывают разные, бывают размером больше, меньше, и, конечно, идеально грудной упор не подстроишь, но, если он построен в среднее положение, то вы все равно получите хороший результат, максимум у вас будет для пуха от коровы, вот, на вот этом зубе, вот, и это легко счищается, ну, вот, пожалуй, какие замечания я хотел сделать, по поводу того, что это русский робот, неужели русские могут, русские много чего могут, и, как говорил наш президент, еще в некоторых вопросах мы еще и не начинали, так что вас ждет много удивлений, и российский доильный робот, и российские качественные трактора, и полет в космос, как говорится, и так далее, все, все это будет, и все мы можем, мы можем, только если сами в себя верим, а те люди, которые делают этот доильный робот, они верят в свое дело, и верят, что это дело у них правильное, и оно получится, мы сейчас задумываемся о том, чтобы в боксе все-таки положить экспериментально, положить очень хорошее покрытие, забетонировать там внизу, и положить хорошее теплоизолирующее покрытие, и попробовать, как будет на нем коровом, если оно нам понравится, то мы запустим это в серию, конечно же, буду делиться на нашем канале всеми этими моментами, чтобы и вы этот опыт перенимали, в том числе и по экономике. Ну все, всего всем доброго, до свидания, содержите своих коров в чистоте, получайте радость от своей работы, и доставляйте удобство и долгие годы жизни своим питомцам. Всего хорошего, до свидания.